В Лондоне очередная странная смерть. На этот раз бизнесмена Дэвида Уэста, кстати, главного свидетеля по делу Литвиненко. Его зарезал собственный сын. Это основная версия. Но есть еще одна. Причем она касается и других миллионеров, которые ушли из жизни при очень странных обстоятельствах. Каких подробнее Оксана Кундеренко из Лондона? Смерть Дэвида Уэста не единственная загадочная гибель в последние дни. На прошлой неделе мы рассказывали о миллионере Скотте Янге, который выбросился из окна Пентхауса. Так вот, на самоубийство он решился из-за связи с русской мафией. Project Moscow – это клуб миллионеров, которые наживались, используя коррумпированные связи в российском правительстве. Заманивали наимных бизнесменов крупные проекты, выбивали инвестиции под огромные проценты. В этой тусовке было шестеро человек, и теперь все они мертвы. Янг был последним. Ему принадлежало 50% Project Moscow, купленных у партнера Бориса Березовского. Что касается Бориса Абрамовича, спецследователи Коронеры до сих пор выясняют, повесился он сам или ему помогли. До этого члены клуба миллионеров умирали один за другим. Попадали под поезд метро, сваливались с крыши, разбивались на вертолете. Родственники уверены, это не имеет ничего общего с несчастными случаями или суицидом. За всем стоят российские спецслужбы или мафия. И требуют от Коклонярда более тщательного расследования. Пока же Шерлокам и Пуару дают фору журналисты. Они накопали, что вступительный взнос в тайное сообщество составлял 180 миллионов долларов. И что дельцы не гнушались ни шантажом, ни запугиванием своих партнеров. Знали слишком много, и поэтому в итоге им закрыли рот. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала Интер.